Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас на выставку в галерею Бургези. С 25 октября 2022 года по 29 января 2023 года в галереи Бургези проходит выставка «Каменная живопись в Риме между XVI и XVII веками». На выставке представлено более 60 работ из итальянских, зарубежных музеев, а также из частных коллекций. Не все картины можно было снимать и фотографировать, так что поделюсь с вами тем, что могла снять. Мне выставка очень понравилась. Жаль только тех, кто пришел в галерею Бургези первый раз. За два часа, отведенные на осмотр галереи, очень сложно охватить выставку и рассмотреть коллекцию шедевров, которую собрал шапионы Бургези. У меня на осмотр только выставки ушло два часа. Масляная живопись на камне начала распространяться в Риме, начиная с 1530-х годов, когда Себастьяно де Ипьембо начал работу над алтарем в капелле Киджи Санта-Мария-дель-Пополо. В то время Себастьяно де Ипьембо уже был известен изобретением живописной техники на камне. Живописцы и заказчики думали, что камень, в отличие от хрупких холстов, даровал бы живописи бессмертия. Успех живописи на камне был связан с тем, что после разграбления Рима в 1527 году люди поняли, что картины на холсте и дереве очень хрупкие. Если же расписать камень, то он будет вечный или хотя бы прочнее того, что было. Экспонаты выставки расставлены по залам. Некоторые интересные работы из этой серии привлекли внимание и кардинала-шапиона Бургези, который купил их в начале XVII века, и они до сих пор хранятся в галерее Бургези. Это работа Александра Турки, Антонио Тимпеста, который использовал алебастер и лазурит для создания изысканных картин, способных поразить ценителя. На выставке представлена работа Александра Альгардисон. Выбранный материал, черный мрамор, придает смысл скульптуре аллегории сна. Она напоминает мрак ночи. Но как камень она также раскрывает мастерство художника, которого критиковали. Скульптура изображает аллегорию сна или спящего мальчика, черного как ночь. Крылья бабочки, маковые коробочки на голове и в руках, и дремлющая соня внизу. В Риме намекали, что Альгарди не умеет обрабатывать мрамор, что он умеет лепить только модели из терракоты, а не из мрамора. И этот слух побудил скульптора попробовать свои силы с черным бельгийским мрамором, который, как известно, особенно труден в обработке. Альгарди также спроектировал две вазы со змеевидными ручками. Аллегория сна и вазы в галерее Бургезе всегда стоят вместе. Это олицетворение опасности. Змея на вазе и маковые коробочки, в которых содержится снотворное вещество, очень опасны. Скульптура Альгарди так хороша, что не критиковать ее надо, а хвалить и аплодировать. Черный мрамор усиливает смысл аллегории. Черный цвет на самом деле является третьей фазой ночи и сопровождается спящим животным, которого мы видим, свернувшись калачиком рядом с мальчиком. В XVII веке черный камень использовался как в качестве материала для скульптуры, так и в качестве основы для живописи. В Акханалия пути На лазурите изображен барельеф с шестнадцатью пути. Одни в центре тащат за рога и хлещут козла, другие дерутся, танцуют, поют и лазают по деревьям. Рама сделана из лазурита и позолоченной бронзы. Она стоит на двух драконах и увенчана орлом. Это геральдические символы заказчика Боргези. Долгое время эта работа приписывалась скульптору Франсуа Дюкинуа. Барельеф вместо этого является работой Джованни Кампи, который получил сто восемьдесят скудей за его исполнение. Благодаря записям об оплате выяснился настоящий автор. В Акханалия пути является копией работы Франсуа Дюкинуа, созданной Джованни Кампи. В 1618 году Дюкинуа приехал в Рим. Современники восхищались работами скульптора и видели в нем выдающегося мастера, сумевшего как никто другой достичь идеалов классического искусства. Историки утверждают, что, оказавшись в Риме, скульптор с особым рвением пытался изучить произведения античной пластики. Молодой скульптор исследовал конную статую императора Марка Аврелия, анализируя каждую деталь, чтобы понять, каким образом древнерепские мастера отлили из бронзы памятник. Некоторые проекты создавались в соавторстве Сбернини. Несмотря на то, что манера двух скульпторов очень сильно отличалась, оба мастера, например, совместно трудились над балдахином в соборе Святого Петра. Три спящих пути, три олицетворения сна. На рельефе изображены три крылатых пути, погруженные в глубокий сон. Их тела лежат в разных положениях. Пути вырезаны из белого мрамора. В 17 веке скульпторы изготавливали скульптуры из цветного мрамора, а художники рисовали на камне. Даже в конце 16 века в Риме распространилась мода росписи по цветному и прожилковому мрамору. Его нарезали в мастерских камнерезов. Картины небольшие, но это еще больше притягивает и хочется рассмотреть каждую деталь. Каменные картины можно было повесить на стену вместе с другими картинами, но их очень часто ставили на маленькие столики или хранили в коробках, потому что их очень часто брали в руки, чтобы полюбоваться ими вблизи. Красивая структура камня используется для изображения неба, моря, а вмешательство художника усиливает смысл. Он вносит свой вклад в композицию произведения, и картина приобретает смысл. Мадонна с младенцем и святым Франциском, святое семейство, Антонио Тимпесто, поклонение волхвов, Я не могла пройти мимо козы Амалфеи с младенцем Юпитером и Фавном. Это самая ранняя скульптурная работа, созданная Бернини. Коза Амалфея спасла Зевса от голодной смерти. В день его рождения на свет появились двое козлят, и молока с лихвой хватило на всех. В благодарность Зевс подарил своей спасительнице и кормилице золотого пса, который охранял божественную козу до последних дней. Высота скульптуры 45 сантиметров. В юном возрасте Бернини изготовил большое количество декоративных скульптурок, изображающих упитанных и толстеньких пути. Коза Амалфея с младенцем Юпитером и Фавном – это одна из трех сохранившихся до наших дней скульптурных групп, выполненных юным Бернини. Но вернемся к выставке. Здесь у нас две картины – Антонио Тимпесто и Филиппо Наполитано. На картине изображен решающий момент, когда рыцарь Руджеро спасает Анжелику от чудовища. Антонио Тимпесто «Взятие Иерусалима». Посмотрите, какая прекрасная картина. Чемпозитория Иерусалима. Тимпесто «Взятие Иерусалима» Замет�를 летом. Останио. Картина Антонио Тимпеста «Переход через Красное море» Это настоящее чудо каменной живописи. Пейзаж с часовней и мостом и пейзаж с жертвоприношением Исака. В этом зале представлены работы с лазуристом. Лазурит подчеркивает голубизну неба и моря. Одна из великолепных работ Антонио Тимпеста «Персей и Андромеда». Андромеда обнажена и прикована к скале. Она ожидает, когда ее принесут в жертву дракону Посейдона. Только так можно умилостивить гнев Бога. Страшный зверь приближается снизу, чтобы сожрать девушку. А сверху появляется Персей. А с другой стороны Венера. Продолжение следует... Отдых на пути в Египет. Темный цвет плит использовался для подчеркивания контраста, пожара, ночных сцен, сцен с огнем, адские сцены. К сожалению, не все разрешено снимать, но сцены ада были вообще жуткие. Когда выставка проходит в таких великолепных залах, хочется отвлечься. Нас окружают работы Тициана, они более знакомы. Венера, завязывающая глаза Амуру, и любовь земная, и любовь небесная. Еще один зал, и я посмотрела все работы выставки. Два часа пролетели как пять минут. Честно сказать, мне очень понравилась выставка. Более того, я купила книгу, где в Риме, в церквях, во дворцах можно встретить каменную живопись. И уже в свои маршруты по Риму включила эти места. Я по крупицам собираю информацию для экскурсии, чтобы они были интересны и насыщены. А на этом я буду прощаться с вами, и до новых видео, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok